Водителю автобуса без тормозов, который снес остановку с людьми и протаранил автомобиль на проспекте Ленина, сегодня был вынесен приговор. Неуправляемый автобус в момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения и регистраторы. Три остановки мы проехали без тормозов, я только крикнул в салон, я говорю держите все, мы сами не остановимся, ну как там газ убрал и он по себе сам автобус, он все так нес и нес. Арматура, которая там, ну с остановки упала, она вынесла окно и короче это окно упало прямо на меня, пробило мне голову, просто у меня фонтан такой из головы, у меня сотрясение мозга, рваные раны на голове, ссадины, ушибы по телу. Я водитель легкового автомобиля, который как раз врезался без угла, вылетел просто не сумасшедшей скорости этот автобус, пассажир, который был со мной от травм, скончался спустя три дня. Мне позвонили, сказали, что мой муж в тяжелом состоянии. Травм было очень много, но основная тяжелая травма это была открытая травма черепа. До сих пор очень сложно об этом говорить. Объяснять ребенку это все очень тяжело, он задает очень много вопросов, таких вопросов, которые взрослые не зададут. Насколько сильно такая трагедия отражается на людях, сразу видно по Наталье Яковенко. Интервью, которое вы только что видели, было записано летом. А вот интервью, записанное сегодня перед приговором. Мужа моего нет. Уже год и три месяца прошло. Я до сих пор не понимаю, у меня ощущение, что он где-то куда-то уехал, скоро приедет. Мы бы хотели просто поинтересоваться, как вы вообще оцениваете всю ситуацию. Оценивает суд. Ну а ваше личное отношение? Я тут ничего не могу сделать. Он человек, но вести это нужно себя по-человечески. По-разному обязанности его было, наверное, публично признать, что он натворил. Вот он молчит. Он даже улыбается. Странно он себя ведет, на самом деле. Реально сидит, улыбается. Но это не в порядке вещей, я считаю. Все-таки были за рулем и говорили, что тогда автобус был неисправен, потом мы эту версию поменяли. Можно я промолчу? Решает все суд. Суд приговорил. Признать Морозова Владимира Германовича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год три месяца с главным наказанием в колонии поселения. Согласен с решением суда? Ничто я сейчас не могу вам сказать. Ну, пусть оно будет мягким для него. Ему с этим камнем на сердце жить дальше. Он, наверное, объясняет, ну, как бы говорил о том, что уже просто сам уже тоже устал от этого, от всего. Девушка, я все сказал. Мне больше нечем добавить. Будете обрелать и говорить? Не знаю. Кстати, водитель автобуса не был взят под стражу в зале суда, так как он приговорен к отбыванию срока в колонии поселения. И туда должен добираться самостоятельно. Продолжение следует.